Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM С помощью специальной формы на сайте эхокирова.ру Есть вопрос, я его чуть позже озвучу. Буквально несколько минут назад во втором части дневного разворота Мы очень активно обсуждали итоги Олимпийских игр, Которые завершились накануне в Южной Корее. В том числе и слушатели звонили, хвалили все единогласно наших спортсменов. Говорили, что молодцы, хорошо выступили, что смогли, то сделали. А вот спортивных чиновников ругали. Ругали, что могли бы как-то и выкрутиться, чтобы в официальном статусе наша команда участвовала. Согласна с этой точки зрения, что система, ну не знаю, можно ли слово использовать прогнила управление спортом. Но так или иначе, вот людям видится это именно так. Ну, к сожалению, наверное, то, что вы сейчас сказали, это имеет право на жизнь. Потому что я тоже считаю, что все, что мы сегодня имеем, это как бы победа, это благодаря нашим ребятам, спортсменам. И все те проблемы, которые мы имеем, конечно, ребята к этому никакого отношения не имеют. К этому имеют отношения чиновники, которые пытаются сегодня из спорта создать какую-то там совершенно непонятную и невнятную систему, которая, в общем-то, должна отстаивать и политические, и финансово-материальные интересы определенных лиц. То в данном случае, конечно, когда создается такой винегрет, толку от него никакого не бывает. Мне кажется, спорт без политики невозможен, спорт высших достижений. На самом деле, я думаю, что он, конечно, невозможен, но не в таких размахах и размерах, и с такой как бы популяризацией и пропагандой, как вот у нас происходит в последнее время. И я очень рад, что все-таки большинство ребят приняли решение поехать на Олимпиаду, несмотря ни на чего, потому что в данном случае я считаю, что каждому дается определенный шанс в жизни. И многие ребята, которые выигрывали даже, пускай они золотые, а серебряные и бронзовые медали, в таком раннем возрасте они плакали от счастья, потому что это была как бы вся их жизнь, вся их цель была поставлена именно на Олимпиаду и на получение медалей. То в данном случае, конечно, все получилось на самом деле не так плохо, как нам изначально казалось. И шанс, который дали молодежи, она полностью его оправдала, потому что мы видим, что начиная с школьников и заканчивая самыми юными ребятами, которым там 20-21 год, это и лыжники, и хоккеисты, и наши прекрасные фигуристки две, которые одной 15, другой 17 лет, это школьники, можно сказать, они этот шанс не упустили, они справились со всей этой напряженностью, с нервами. И, в общем-то, сделали для большинства зрителей, которые смотрели Олимпиаду, на самом деле праздник. В том числе, конечно, и вчера показали наши хоккеисты все, на что они смогут. Это чудо какое-то. Да, и чудо произошло. И на самом деле меня очень обрадовала и порадовала команда Германии, которой еще буквально 4 года даже не было в составе Олимпийских игр. И это говорит о том, что посмотрите, как развивается хоккей с шайбой. Если мы на Олимпиаде в Сочи видели новую команду Швейцарии, которая начала играть и очень достойно играла. Сегодня мы видим совершенно новые команды. Это сборная Норвегии, это сборная Германии, которая фактически дошла до финала и могла стать олимпийскими чемпионами. И на самом деле нам очень сильно повезло, что последние секунды мы смогли сравнять и потом вытащить эту победу. Но на самом деле такой очень интересный получился финал. Это говорит о том, что даже в тех нехоккейных державах, которые являются Германия, Норвегия и новые команды, которые начали играть, очень сильно прогрессируют хоккей. Это говорит о том, что в ближайшие годы хоккейных держав будет гораздо больше. Денежных средств на развитие хоккея вкладывается в этих странах довольно-таки много, потому что уровень растет хоккеистов, а это говорит о том, что они развивают детский и юношеский хоккей. То в данном случае мы должны задуматься, насколько мы сегодня видим работу наших чиновников, не только представляющих наши интересы в Международном олимпийском комитете, но и на местах, в том числе и в городе Кирове, и в Кировской области, насколько мы там развиваем наш детский и юношеский спорт. Насколько у нас сегодня финансируется это направление, насколько мы готовы через 4-5 месяцев. Насколько не финансируется. Да, мы до этого дойдем. То в принципе мы говорим, понимаем о том, что сегодня без вкладывания денежных средств в самом низу, это вот на уровне детских спортивных школ, может быть даже общеобразовательных школ, и не говоря уже о вкладывании Министерства спорта Кировской области, городского комитета именно в наших детей, понятно, что каких-то результатов в будущем ждать будет очень сложно. То мы сегодня понимаем о том, что в общем-то сегодня то, что происходит, даже вот в городе Кирове, я удивляюсь там, да, вот буквально пошло объявление, что закрывают детскую и юношескую спортивную школу номер 4. Да? Да. В полном серьезе эта информация? Ну, ее закрывают, ее как бы перемещают совершенно в другое помещение, совершенно в другие размеры и все прочее. А она специализируется на... Вообще специализация детской и юношеской спортивной школы номер 4 всегда была это в основном классическая борьба, или греко-римская сейчас она называется. Там буквально прекрасные два больших зала для борьбы, значит, плюс. Когда я еще буквально в начале 70-х пришел в эту детскую и юношескую спортивную школу, там была прекрасная секция хоккея с шайбой. Там была одна из самых лучших коробок, которая находилась вообще в городе Кирове. И этих коробок, на самом деле, кто помнит, там 80-70-е годы в городе было очень много, потому что в каждом дворе практически существовала дворовая хоккейная команда при определенных ЖКО. То в данном случае, как бы, плюс у них всегда там развивался бокс, секция была бокса. Значит, вот борьба, хоккей, значит, и еще какие-то секции там развивались. И, в общем-то, это была прекрасная детская и юношеской спортивная школа в том микрорайоне, в котором она находится. И еще раз хочу сказать, с такими залами борьбы, которых сегодня практически уже нигде нет. Значит, сейчас смотрю, ее хотят расформировать, там что-то поменять. Значит, тут... А в чем причина-то? Причина, ну, не хватает вообще образовательных, как я понял, учреждений. И на базе детской и юношеской спортивной школы хотят сделать образовательное учреждение. Парты, что ли, там поставят? Ну, не знаю, что там они поставят. Но смысл, вот просто смотрите, как бы мы видим, говорим о том, что на Олимпиаде там совершенно другой уровень, и все совершенно по-другому происходит. И в то же время мы видим внизу, что у нас... Тут точно так же я прочитал, там, на той неделе, что у нас хотят разобрать там трамплин. 90-метровый, да. Есть такая информация. Да, тоже очень странная какая-то ситуация. Мы сейчас его разберем, детскую спортивную школу закроем. Детских хоккейных клубов у нас никаких во дворах уже давно нет. Финансирование там на областной спорт, там и на городской, там оно вообще минимальное. Если там посмотреть суммы, то это вообще, по-моему, по области там 35 миллионов рублей. Там, если мы конкретно говорим о проведении спортивных соревнований и поездок. И, по-моему, в городе это в пределах 6-7 миллионов. То в данном случае мы говорим о том, что сегодня наши чиновники должны четко понимать, чтобы побеждать на Олимпиадах, надо уже сегодня, а еще лучше было вчера или постоянно вкладывать в развитие детского и юношеского спорта. Без этого сегодня мы никуда не уедем. И все прекрасно понимаем, что сегодня конкуренция на Олимпиаде очень высокая. Мы видим, что молодежь, особенно в очень большом количестве в иностранных командах присутствует. И она очень сильная, она очень дерзкая. То в данном случае, конечно, без развития детского и юношеского спорта никаких в Олимпиадах и медалях мечтать просто невозможно. А вы читали уже, как вчера, накануне, спикер УЗС Владимир Быков прокомментировал победу наших хоккеистов. Он высказал уверенность в том, что у нас в секции в школы хоккея с шайбой, несмотря на то, что уже там большой наплыв желающих, еще больше предвидится. Ну, хорошо, сказал Владимир Васильевич. Но у меня сразу как раз мысль появилась, а было бы здорово, чтобы он сказал, все, ребята, начинаем финансировать вас по полной программе. А то, что я сказал Владимир Васильевич, мы же знаем его как великого нашего вятского патриота, в кавычках. И понятно, что он под таким большим впечатлением победы нашей команды взял и на себя часть этой победы, потому что он уже представляет целое законодательное собрание в Кировской области. То в данном случае он, конечно, очень плохо знает, на самом деле, куда весь этот наплыв придет. И где у нас такие секции хоккей с шайбой в городе Кирове, насколько я знаю, их там осталось буквально две, там три. И то есть жалобы от родителей, что всю форму, все поездки они оплачивают за свой счет этих ребят, даже маленьких. Плюс платят за аренду льда везде и повсюду. Еще не только платят, еще они и платят, еще им дают в основном ночное время или рано утреннее. Потому что в другое время самое хорошее играет большие дяди. Я помню, жаловались родители хоккейстов. Да, а это ничего, в принципе, нет. Хоккейная команда пятка у нас. Да, да, да. В принципе, вот все отношения там. Если Владимир Васильевич там сам, видимо, тоже играет в хорошее время, потому что я видел в последнее время, где-то он в СМИ себя впечатлил в каске и с шайбой, и с клюшкой, то, конечно, становится таким видом спорта, который там сейчас все пытаются пиарить и все пытаются его поднимать. То на самом деле поднимать-то надо не Владимира Васильевича с клюшкой, а детский и юношеский спорт, который в нашем городе, к сожалению, в области, очень плохо развивается. В связи с тем, что очень низкое финансирование для такой большой территории, как Кировская область и для города Кирова. Вам пример город Кирова чемпионов. Когда-то хоккейный город. И даже я тут смотрел очень прекрасный фильм. Кошечкин, олимпийский чемпион. Да, Мышкин, Мальцев. Ну, понятно, что город олимпийцев вообще на самом деле. Основным видом спорта, которым всегда все занимались, это был хоккей с шайбой. Ну, сегодня пройдите по Кирову чемпионску и увидите, что город совершенно отошел от хоккея с шайбой и вообще от спорта, потому что не хватает финансирования, не хватает тренеров, не хватает формы, одежды. И, в принципе, ответ, как всегда, и про все денег ни на что нет. То понятно, что сегодня родителям, которые сегодня и хотели бы, чтобы их дети играли в хоккей, эти родители могут только быть с определенным достатком. Потому что купить форму, клюшки и коньки сегодня стоит очень больших денег на самом деле. Это один из самых дорогих в плане экипировки видов спорта. Но он точно не самый дешевый. И понятно, что в этом случае участие именно государства или области или города в этом должна быть очень большая, если мы на самом деле хотим, чтобы наши хоккеисты росли. И у нас были такие прекрасные, как в мое детство, турниры «Золотая шайба», «Кожаный мяч», где реально были очень интересные соревновательные процессы. И звезды выходили, и ребята потом играли на самом высоком уровне. Но это должно все снизу начинаться. Если это будет начинаться от Владимира Васильевича Быкова, который оделся в форму не самую дешевую и сказал, что он за хоккей и наш хоккей будем мы развивать, от этого, конечно, ничего не произойдет. Сама картинка, она с другой стороны тоже, в общем-то, когда известный такой человек призывает тем самым заниматься хоккеем. Это отлично, конечно. Но в данном случае мы же тоже с вами понимаем, судя даже по тем видам спорта, которым я занимаюсь, сегодня успехи достигают ребята в основном из не самых богатых семей. И в данном случае понятно, что участие государства в лице, я говорю, что Министерство спорта в Кировской области и города Кирова должно быть максимальным, потому что в данном случае обычно из сытых семей обычно не выходят олимпийские чемпионы. И там очень редкий случай. В основном, конечно, все ребята обычные, из обычных школ, из обычных семей, которым поддержка государства нужна как никогда. Тогда они будут показывать результат, они будут ездить на соревнования, они будут к чему-то стремиться, и они будут понимать, что если они будут тренироваться и хорошо учиться, то рано или поздно они вполне могут стать и олимпийскими чемпионами, чемпионами мира. Вот вам пример команда «Родина». Вот тоже очень, кстати, похожий пример. Родина взрослая или юниорская? Я их не разделяю, я считаю, что вот мы видим сегодня ту ситуацию, которая складывается именно и на основной команде, и однозначно это касается и детского хоккея, то в данном случае тех денег, которые нам сегодня говорят, что там дают, понятно, что их сильно не хватает, и эта сумма практически на протяжении 5-6 лет, она остается такой, какой она была. Хотя на самом деле все уже и форма, и гостиницы, и переезды, и билеты, это все значительно подорожало за 6-7 лет, и, конечно, этих денег ни на что не хватает. Нам пора сделать небольшую паузу. Я напомню, что это особое мнение Дмитрия Русских, депутата ОЗС 4-го и 5-го Созывов. Мы прервемся на полминуты и продолжим. Особое мнение на 101-фм. Мы сейчас в перерыве затронули тему уже строительства новых спортивных объектов с Дмитрием Русских. Вы знаете, тема спорта поднималась на прошлой неделе. В интервью у нас был первый заместитель, представитель правительства Кировской области Александр Анатольевич Чуриев. И он, в частности, говорил про территорию, которую мы называем парком у Дворца Пионеров. Есть планы у правительства регионального развивать там и спортивное направление, чтобы лыжные трассы были цивилизованы, и лыжероллерные, и так далее. И он сказал четко, что региональная власть все-таки будет, рассматривает возможности доведения вот этой стройки до конца. Объект, получивший название в нашем городе как терроспорт. Терроспорт, да. Замороженный. На самом деле это очень прекрасное желание, на самом деле. И то, что сегодня там происходят последние годы с Парком Победы, ой, с Парком Победы, с ним тоже беда происходит. С Дворцом Пионеров Мемориалов, с этой прекрасной большой территорией, которая наша... Больше 20 гектаров. Да, 22 гектары, если не поймите, не изменяйте. То вообще задается вопрос, а почему мы 20 с лишним лет таки там не смогли создать именно тот уголок, который был бы прекрасен для жителей нашего города, и особенно жителей того микрорайона. И на сегодняшний день как бы вот слова, 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 слова. И, в общем-то, 20 с лишним лет уже слов много, а движений в этом плане никаких. Значит, что касается терроспорта, ну, мы помним эту всю историю, которая начиналась в 2012 году, когда господин, по-моему, сенатор, компания Коперник, значит, рассказывали нам про золотые горы и про золотые там чудесные вещи, которые могли бы быть в этом парке, и инвестор нашелся, и за него тогда стояла вся чиновническая рать, значит, и говорили, что там будет город, не просто сад, а будет чуть ли не вторая олимпийская деревня, где будут все спортивные сооружения. Ну, на самом деле, кто был тогда на нашей стороне, это те, я себя... Напомните свою сторону, свою позицию? Наша сторона была, что никакой частный инвестор, особенно Коперник, не должен заходить в парк и... Прикасаться не должен. Прикасаться, да. То в данном случае, если как бы и должно быть какое-то движение по реконструкции этого парка и создание более комфортных условий, это должно быть как бы правительство Кировской области, потому что эта территория областная. Значит, тем более люди там ничего не просили такого сверхсущественного, никаких там плавательных бассейнов, там тиров и всего прочего. Люди просто хотели, чтобы можно было детям играть на детских площадках, играть на открытом футболе, потому что на открытом футболе лучше играть там футбол на природе, чем играть. Может быть, поставить какие-то определенные еще дополнительные спортивные оборудования, сделать подсветку, летом там, чтобы можно было бегать, допустим, зимой, чтобы можно было кататься на лыжах и все прочее. В принципе, ничего лишнего и ничего личного там, да. Но нас убеждали, и вот, в принципе, прошло 5 лет, И мы сегодня видим результат всех этих убеждений. И сегодня, к сожалению, и обратиться не к вам. Заброшенный объект в настоящее время. Объект заброшенный, выглядит очень ужасно. При всем при этом даже и сказать-то не к вам. Потому что вся команда-то разъехалась. Губернатор находится в местах не столь отдаленных. И, в общем-то, сегодня такая история получается печальная и ничем не закончившаяся. Что касается, как быть дальше. Но, на самом деле, зная по интернету и по описанию господина Сенаторова и фирмы Коперник, ничего, конечно, они без боя так просто правительству области не отдадут. Тем более договор аренды у них позволяет до мая месяца 2019 года. Значит, имеют полное право еще сделать объект тот, который они считают нужным. Подождите, спортивный или тот, который считают нужным? Нет, смотрите, ну очень хитрая история. Спортивный, но в то же время тот, который не считают нужным. Не допонимаю все равно. Объясню. Смотрите, изначально почему было главное сопротивление? Потому что мы, в принципе, все разумные люди понимали, что никто там никакой спортивный объект строить не хочет. Что под соусом спортивного объекта должен быть торговый центр. И с элементами в этом торговом центре, допустим, метров 300-500 или там тысячу, какого-то фитнес-клуба. Вот, да. Вот, в принципе, вот такая была конструкция. Значит, нам пытались доказать, что там будет плавательный бассейн. Значит, вот сегодня уже объект заморожен два или три года. Если к нему внимательно подойти и посмотреть, то на самом деле никаких движений, то, что там будет плавательный бассейн, изначально не предпринято. Объясню почему. Почему? Потому что никакие коммуникации не подведены. Да? Значит, вопрос с водой не решен. Вода, отведение воды и так далее. Ну да. Ну, два-три года этим никто не занимался. Значит, при всем при этом это очень сложная, на самом деле, история. И никаких работ, связанных даже подготовкой именно к плавательному бассейну. А там нужна определенная вытяжка. Там нужны определенные очистные сооружения. Там нужна определенная подача. Там нужна большая чаша. Да? То на сегодняшний момент видно, что какой-то идет все-таки хитреж в этом направлении. Как мне сказал мой один товарищ, который живет сейчас и работает в Москве, что тут случайно он узнал, что в городе Кирове фирма Коперник все-таки хочет достроить этот объект, но хочет поменять на сегодняшнем этапе назначение. Уже сделать не бассейн, а, допустим, какой-то акробатический или там спортивный зал. Ну, я имею в виду, что это будет именно не бассейн. Это будет там большая площадка под игры в футбол, в теннис, может быть, там занятие аэробикой или там какой-то художественной гимнастикой. Спортивный зал, да? Да. То они под этим соусом сегодня хотят перевести это направление уже от бассейна подальше. А каким образом это можно сделать? Ну, я думаю, что они напишутся в связи с тем-то, с тем-то, что есть техническая невозможность, к примеру, с подачей воды, с очистными, и плюс люди очень жалуются, что если они начнут качать воду в этот бассейн, в том микрорайоне не будет воды, что изначально все говорили. Они просят администрацию города или области пересмотреть возможность изменения назначения спортивного объекта. Он будет такой же спортивный объект, но это не будет там бассейн. Это будет там, допустим, какая-то площадка с учетом занятий именно не плаванием, а какими-то другими видами спорта. И в этом плане они будут и дальше достраивать этот объект, но при этом, понимая, что есть информация, что они определенное дизайнерское бюро уже затребует, как можно перепланировать, допустим, из спортивного зала это сооружение уже, допустим, какие-то в торговой площади. Потому что если мы сегодня идем по пути бассейна, то его переделать и переоборудовать в торговый центр невозможно. И никто это сейчас не даст. Но когда ты уходишь от бассейна, ты не тянешь коммуникации, ты не делаешь чашу, ты не делаешь вытяжку специальную, ты не делаешь очистные сооружения, которые стоят безумных денег, то в данном случае ты вроде как бы на первом этапе соблюдаешь все условия о том, что ты делаешь спортивный объект. Но не будет у вас бассейн, будет у вас футбольное поле прекрасное или все прочее. А вот дальше, когда этот весь объект уже заканчивается... Дмитрий Михайлович, простите, уточню. Если это все действительно так, это до какого момента должен инвестор успеть? Инвестор должен до мая месяца закончить весь инвестпроект, до 2019 года. Потому что договор аренды с ним могут расторгнуть уже, по-моему, 7 или 8 или 9 мая 2019 года, если объект не будет сдан. То в данном случае получается, что так как уже земля выделена в аренду, они уже построили определенные туда конструкции, что является уже собственностью компании Коперник. То все движения до мая 2019 года, с учетом того, что мы хотим его забрать и, допустим, это все сделать, спортивное сооружение за счет областного или городского бюджета, оно будет очень сложно, потому что все пойдет через суды, все пойдет через определенные затягивания процесса и все прочее. Подождите, времени-то остается совсем немного, год с небольшим. Ну, на самом деле... Это можно успеть сделать? Это можно успеть сделать, если это не делать бассейн. Если не делать бассейн, то все остальное... Да, конечно. То, в принципе, это все каркасные сооружения, они сейчас очень быстро все собираются и все это как бы делают. Потому что самое сложное, конечно, это было бы с бассейном. Бассейн, мне кажется, до 2019 года сделать невозможно. Но бассейн, еще раз хочу сказать, что, мне кажется, по моей информации, никто делать и не хочет. Значит, хотят сегодня сдать объект, получить на него документ о собственности, что это является спортивное сооружение, допустим, для игры в футбол, занятия фитнес-клубом и какими-то другими видами спорта. А после того, как ты уже его получил собственность, ты получил землю, которая находится под этим объектом, собственность, то ты дальше как собственник можешь из него уже лепить, что ты хочешь. Понятно, что по той конструкции, которую я объясняю, переделать его с минимальными потерями именно спортивный зал гораздо легче и проще, и возможно под любой торговый центр это все возможно. Ну, ваша логика понятна. Да, а с бассейном это будет другая история. То вот нам сейчас будет очень интересно шаги, что они будут делать. Потому что если они ничего не будут делать, то по логике вещей, мы с ними, там, правительство Кировской области в мае 2019 года должны расторгнуть договор аренды и все. И все это имущество или выкупить, или забрать в счет там каких-то расчетов. И уже дальше планировать, допустим, на уровне правительства области или городской администрации, что делать с этим объектом. Ну, я предполагаю, что если подтверждение вашим словам, и подтверждением вашим словам должно стать в ближайшее время оживление этой стройки. Так получается? Смотрите, я считаю, что те люди, которые получили в парковой зоне бесплатную землю, никогда ее так просто не отдадут. Они будут за этот участок биться до последнего и будут искать различные способы, как бы его не отдавать. Это надо всем понимать. Потому что, как бы, тут немножко совершенно другая история. Они прекрасно понимают, сколько стоит этот участок земли в парковой зоне. Они прекрасно понимают, сколько будет стоить объект, который они впоследствии видят, будет стоить с точки зрения коммерции. И какие он будет приносить деньги, потому что место в этом плане уникальное для них. То ничего простого в этом процессе не будет. Просто только мы можем землю отдавать, как отдавала городская и областная власть в 2013-2014 году. А чтобы ее обратно забрать и вернуть ее городу, это будет гораздо сложнее, чем многим кажется. Мне кажется, что ребята непростые на той стороне. Мы должны понимать, что судя по их истории и банкротству, и задолженности постоянным, и все прочее, и даже когда им землю передавали в 2013 году, у них уже было прибанкротное состояние, и задолженность по Сберу была больше миллиарда. То в данном случае, конечно, мы все должны с вами понимать, что это будет непростой процесс. И очень бы хотелось, чтобы все-таки правительство области, которое заинтересовано в лице Александра Анатольевича Чурина и городская власть, все-таки выглядели и действовали в интересах кировчан, и все-таки этот процесс смогли как-то вывернуть и вывести так, чтобы, если уж так случилось, что этот участок земли у нас в свое время отобрали, чтобы он хотя бы остался в интересах кировчан, и чтобы на самом деле там был спортивный объект, который, в общем-то, в том районе, он, наверное, очень сильно нужен, потому что его на самом деле не хватает. А другого варианта, другого срока быть не может. Раньше, мая 2019 года, мы не можем никаких претензий предъявлять, чтобы побыстрее его вернуть. Я думаю, что если мы начнем предъявлять, то именно все судебные процессы, все эти обсуждения и переписка, она на самом деле займет очень много времени, потому что сегодня оснований по тем документам, которые выдала старая власть, и городская, и областная, конечно, это движение будет сделать очень сложно. У них есть срок, и они имеют там полное право до того срока делать именно тот объект в таком режиме, которым они могут себе делать. Может быть, они с завтрашнего дня, послушав наш эфир, начнут там такое движение, что они... На самом-то деле еще полтора года. А общественности-то что сейчас получается? Неравнодушным жителям города следить внимательно за тем, что происходит на этой территории? Если кто-то там что-то появится, какая-то техника рабочая? Ну, а в данном случае-то у них все разрешения получены. Если техника начнет работать, то значит объект разморожен, и он начинает двигаться. Когда люди будут... Сценарий, описанный и вами, он... Ну, а никто же не скажет, что после того, как он будет закончен и будет переведен в собственное, что он останется спортивным объектом. До того момента все будут говорить, что мы строим спортивное сооружение. Спортивное сооружение в этом местности строить разрешается по тем документам, которые выдала областная и городская власть, еще старая. И никаких нарушений в этом плане нет. Разрешение на строительство у них получено. То в данном случае приход техники говорит о том, что просто объект разморозился, и те люди, которые там будут за этот объект отвечать, будут нам рассказывать, что, уважаемые кировчане, мы так всех вас любим, и мы же все делаем только для вас. И строим объект спортивный для ваших детей. Но чему вы недовольны? Вы просто должны быть счастливы от того, что мы вообще есть, и делаем... И вкладываем деньги. Конечно, конечно. Подача вот такая. Дмитрий Русских, депутат СОЗС 4 и 5 созывов. Это его особое мнение. У нас пора на рекламу сходить. Мы это сделаем и вернемся очень скоро. Особое мнение на 101FM. Дмитрий Михайлович, от нашего слушателя по имени Алексеев вам два вопроса. Алексей активный сегодня. Один вопрос, я его перефразирую. Я его понимаю так, почему нам так не везет, то одно к берегу, к нашему прибьет, то другое. А второй вопрос, честно говоря, для меня неожиданный. Алексей, у вас интересуется одного ли поля ягода, быков и шульгин? Интересный вопрос. Можно ли сравнивать вообще? Ну, быков это, видимо, предыдущий глава города, и шульгин, и нынешний глава администрации. Я надеюсь, что это разного поля ягоды, шульгин и быков. Но если перевести по полномочиям, то мы сегодня шульгина должны сравнивать с Перескоковым, потому что это главы администрации города. Сити-менеджеры. Да, сити-менеджеры. Вот у нас был до этого Мачехин, потом был Драный, потом стал Перескоков, и вот сегодня это шульгин. Илья Вячеславович. Господин Быков в эту картину не входит. Господина Быкова можно сравнить с Еленой Ковалевой, потому что сегодня Елена Ковалева является главой города. До этого был господин Быков два созыва главой города. То я надеюсь, что все-таки... Мне кажется, что Алексей-то понимает по должности именно, а видимо он имеет в виду принцип работы, поведение, заявление, выстраивание каких-то связей. Я надеюсь, что вообще вот с поля ягоды господина Быкова в нашем городе уже никогда не будут, потому что те ягоды, которые он принес за 10 лет работы, а это на самом деле никакие не ягоды, это такие испорченные, сгнившие ягоды, то они уже больше в нашем городе не повторятся, потому что в данном случае это уже будет именно та негативная масса, которую уже нельзя будет остановить. Потому что ущерб, который мы сегодня слышим и принесенный там за 10 лет деятельности там, в том числе и главы администрации, которые были в том периоде, когда работал главой города Владимир Васильевич Быков, они громаднейшие. И вероятность того, что их можно как-то уже поправить, по некоторым вопросам их нельзя уже исправить. И мы это видим, и для нас очень, вообще для кировчан очень важно, как себя поведет Илья Вячеславович Шульгин, потому что в данном случае очень многое будет зависеть от него. И первый пример его там поведения, вот для меня будет как бы ситуация, которую он сам же объявил и сказал, что с парком Победы надо разбираться. Это тот еще один у нас объект, у нас вот был терраспорт, захват там бесплатно, значит, у нас захватывали в парке, где находится, как его, у цирка. Тоже был такой самозахват территории, где сейчас стоит гостиница Хилтон, это тоже был как бы такой захват бесплатный в том числе. Значит, и вторая у нас история, когда у нас как бы в бой пошли все танки Владимира Васильевича, это захват там парка Победы. Да, вот эти четыре гектара, когда он продал своим друзьям и там ближним родственникам за 336 тысяч рублей, как бы эту землю. И самое интересное, что Илья Вячеславович сказал об этом, да. И ну пока какая-то началась пауза. И мы сегодня все ждем того, когда, как Илья Вячеславович дальше с этим вопросом поведет. Хочется надеяться, что там подробное изучение. А там нечего изучать. В принципе, мы сегодня там все четко понимаем после той истории, когда была она уже везде озвучена, и том, что эти участки проданы как по информации из различных источников за 220 миллионов рублей компании Кировспецмонтаж, то мы говорим о том, что, в общем-то, сегодня Илья Вячеславович должен сказать честно и открыто о том, что городу нанесен громаднейший ущерб. А ущерб составляет очень простой. 220 миллионов, мы вычитаем 336 тысяч рублей, и мы видим, что этот ущерб составит 220 миллионов. В данном случае, когда Александр Викторович Перескоков сказал, что городу не нанесен ущерб, и городу было выгодно продать за 336 тысяч 4 гектара земли в Парке Победы, то мы сегодня говорим, что, извините, мы изначально не хотели ничего продавать, кировчане там, да. А тем более, сегодня мы видим, что его продали не за 36 тысяч, а за 220 миллионов. То вот как раз Илья Вячеславович должен сказать, что городу нанесен ущерб. Он хочет, чтобы... То есть недополученная прибыль некая городская бюджета. Ну, это такое, это, знаете, грабеж средь белого дня называется, да. Значит, на фоне этого Никита Юрьевич Белых-то со своими 400 тысячами рубляни просто в детский сад может сходить. Евро все-таки. Евро, да, да, евро, там, доллары. Но там в миллионах-то 30 всего. Ну, там даже меньше 22, значит, а тут целых 222, да. Мы сегодня знаем историю, там, взятия мэра Махачкалы, там, примерно по той же самой схеме, но цифры тоже гораздо значительно меньше, и он уже арестован, этот глава Махачкалы, и уже находится там в местах не столь отдаленных. То вот дальше уже будем... Илья Вячеславович должен сказать, что ущерб нанесен, что город хочет вернуть обратно этот объект, потому что все-таки и продавать-то мы его не хотели, да. А тут еще, тем более, у нас его украли, потом еще перепродали, и мы сегодня говорим о том, что надо с этим разбираться. С этим разбираться должны только следственные органы и силовые структуры. То вот как раз сегодня об ущербе может только заявить глава города. Глава города или глава администрации? Глава администрации, да, извиняюсь. Значит, как раз вот Илья Шульгин. То вот если он сможет пройти... Я понимаю, какое идет сейчас сопротивление. Я понимаю, какое идет на него давление по этому вопросу, потому что все мыши и крысы зашевелились, и они там прекрасно понимают, что это не просто ущерб городу, это громаднейшая коррупция, вывод городского имущества и его перепродажа. То мы вот даже вот, если даже была бы очень тяжелая наша жизнь, и нам нужно было бы 200 там деньги, и мы бы решили продать, то я вам там чуть в понимании цифр скажу, что это практически продали его за стоимость детского сада. Да, зачем город тогда? Наш такой прекрасный, богатый город, про который мы говорим, и у нас не хватает денег ни на чего. Даже мы обсуждали там этот же спорт, там образование, там парки и все прочее. И здесь мы продаем за 336 и говорим, что это выгодно, а другие люди берут и продают за 220 миллионов. То в данном случае вот это будет такой первый урок Илья Вячеславовича, насколько он готов там на самом деле разбираться в том хозяйстве, которое ему тяжелое досталось, там и АТП, там и ленинская управляющая компания. Вот куда сегодня ни к ней в МУП, там везде гниль и везде коррупция, которая за 10 лет у нас просто в городе так выросла, что понятно, что денег жителям города Кирова уже ни на что не хватает. Но я имею в виду, что на них не хватает, потому что все деньги фактически сегодня разворованы. Простите, по поводу парка, Илья Вячеславович в нашем эфире, в нашей программе говорил о том, что бороться за возвращение этого участка в парке Победы, наверное, бесперспективно. Ну вот с этим я не соглашусь. И будет поиск какого-то компромиссного, по его словам, вариант. Ну не знаю, а какой может быть компромисс, если сегодня город понес ущерб 220 миллионов? То в данном случае я вот эти слова вообще не понимаю. И все-таки Илья Вячеславович... Не считаете бесперспективным эту тему? Слушайте, мы понимаем, что когда власти и государству что-то нужно, она все получает. То в данном случае здесь ей нужно просто свое украденное вернуть обратно. То я считаю, что при сегодняшней системе, выстроенной в стране, вернуть государству в государстве украденное имущество никакой проблемы не составляет. Мы с вами прекрасно понимаем, что это все работает очень четко. Значит, вопрос, есть ли желание и есть ли именно возможности для того, чтобы у всех хватило силы духа сказать, что да, ребята, ущерб нанесен, заявление написал, следственные органы отдал, они начали работу. Потому что никто не начнет работу, если не будет письма от главы администрации города о том, что городу нанесен ущерб. И ущерб нанесен не 200 тысяч рублей, а суммы в сотни миллионов рублей. То вот как бы по ягодам можно будет все потом разобраться. Ну, по крайней мере, если он уже об этом говорит, это уже хорошо. И главное сейчас это дело довести до конца. Потому что все сегодня сидят и ждут в ожидании, а что будет с парком победы. Точно так же, как сейчас непонятная ситуация старого спорта. Буквально минутой остается, Дмитрий Михайлович, я вот хочу последний вопрос задать. Вы замечаете, в интернете, в социальных сетях, в комментариях, под новостями народ уже ставит вопросы. Ну как, у руля нашего города новые люди уже несколько месяцев, а каких-то особо заметных, конкретных дел пока не заметно. Вы не задаете такие вопросы? Ну, смотрите, я их буду задавать чуть попозднее, потому что я примерно понимаю структуру вообще всего происходящего и как это все происходит. Понятно, что за 2-3-4-5 месяцев очень там как бы вытянуть бегемота из болота очень сложно. Значит, а, есть ли желание, и б, насколько там это желание будет совпадать с возможностями. Значит, при этом, как бы, я все-таки всегда пытаюсь сначала людям верить и надеяться, потому что, ну, с верой и надеждой мы живем, русские люди, уже там тысячелетия там. Значит, но единственное, могу заметить, мне показалось, что в этом году, по крайней мере, начинают справляться с уборками снега, особенно вот в центральной части там где-то, и, по крайней мере, впервые снег вывозят еще зимой. Ну, многие с вами тут не согласятся. Не согласятся, да. Ну, по крайней мере, где вот я хожу, где я проезжаю, ну, как бы, в том году, позапрошлом, и там, и ранние годы, у нас всегда там были непроходимые заросли там, и снега, и всего прочего. Значит, где-то, может быть, на самом деле не везде. Я с этим, ну, по крайней мере, вот по уборке, ну, думаю, до чего же все-таки нас довели. Мы сегодня даже радуемся тому, что начали по-другому убирать снег и убирать мусор. Хотя, на самом деле, ну, в нормальных городах, где это все как положено, я думаю, что жители даже об этом не вспоминают. Ну, вот нас до чего довели. Коммунальщики работают. Да, коммунальщики работают, это уже хорошо, да. А мы сегодня так радуемся, вот какой хороший пришел человек, даже снег начал убирать. И, по крайней мере, вижу проблему, что мусор лучше вывозить не стали. Все равно около баков по городу всегда очень много валяется мусору, и баки все заполнены. Значит, то, на самом деле, предстоит большое испытание Илье Вячеславовичу. И я думаю, что буквально, когда город будет уже в летнем периоде, и когда он должен будет прибран, будет после зимы, мы как раз в весенний период увидим, насколько там что меняется и на что происходит. Но, на самом деле, хотелось бы, чтобы он не только там занимался уборкой. Да, да. Мы же говорим, что мы хотим видеть стратегию развития города, чтобы новый глава администрации был немножко таким фантазером или, наоборот, каким-то мечтателем. Потому что только фантазеры и мечтатели двигают все вперед. Если мы сегодня упремся только в одну уборку, то от этой уборки ничего не произойдет. И то, что мы говорим с Парком Победы, с другими местами, как будет наш город развиваться в ближайшие, я не хочу даже сказать, 5 лет, а 10, 15, 20 лет, вот это, на самом деле, стратегия любого руководителя, который видит все на 2-3 шага вперед. И из этого их называют государственниками. То в данном случае мы будем надеяться, что новая власть в лице Ильи Вячеславовича все-таки больше будут государственники, а не как старая, которая занималась только коммерческими вопросами, связанные с своих семей и родственниками. Если не ошибаюсь, шульга с украинского переводится, по-моему, как левша. Вот если окажется тем самым левшой и легендарным. Будем надеяться, все шансы есть, но вот я еще раз хочу сказать, что хвалить пока некого и не за что, но у любого человека всегда должен быть шанс показать себя. Я думаю, что все эти шансы у Ильи Вячеславовича Шульгина, если мы говорим про город, у него они существуют, начиная с Парка Победы. Спасибо, Дмитрий Русский, депутат Законодательного собрания нашего региона 4 и 5 созывов. Всего доброго. Всех мужчин с праздником прошедшим.